А здрасте! Всем приветуленькие друзья, у нас Золотой Колос продолжается, 7 серия 3 сезона, если я правильно конечно все посчитал, а это значит, что сегодня у нас 3 день из нашего 2 тройничка, а значит сегодня у нас не будет никакого посева и будет глобальная распродажа. Правда я вот сейчас готовился к серии и честно говоря как-то посмотрел, не так уж и много нам есть чего продать, но в любом случае, может быть она получится не очень длинной, а может и очень длинной. Заниматься всем этим делом я буду довольно таки долго, посева сегодня никакого не будет я уже сказал, ну и в общем-то всем приятного просмотра и погнали! Начинаем как обычно обзор того, что у нас вообще происходит, все поля у нас созрели и абсолютно на всех полях друзья у нас растет лен, мы этот самый лен будем переделывать в льняное масло на нашем маслоэкстракционном заводе, я надеюсь что весь собранный лен за 3 дня, которых будет 4 до конца сезона, весь переработается, я надеюсь, может быть кстати и получится так, что и нет, но это все не важно, плюс будет еще льняная соломка, с которой мы поиграемся от души, но ее мы сегодня продавать не будем, оставим немножко на потом, не знаю сколько там будет тюков со всех полей, на самом деле довольно много, в общем-то куда-нибудь мы все это дело складируем, друзья пока что на данный момент работать у нас будет один комбайн и один грузовик, я уже много раз говорил о том, что не хочу миллион техники ставить одновременно работать, а с учетом того, что тут эту всю солому надо будет ворошить, волковать, тюковать, собирать и так далее, пока что друзья один комбайн, ну и плюс еще поля у нас будут требовать известь, как там с этим делом будет обстоять, я честно говоря без понятия, с известью то, потому что на все поля нужно будет уже гораздо больше, чем вместимость склада, но я думаю в течении дня как-нибудь мы эту известь насобираем, если что ее можно будет внести и после посева, это все не важно. Далее друзья наши теплички, самое любимое, на тепличках у нас созрела клубничка, на тепличках клубничка да, и на восточном и на северном тепличном комплексе, причем одинаковое количество, на северный тепличный комплекс друзья еще надо будет перевести грунт обогащенный, его надо будет купить 300 кубов, я думаю что в 9 утра там 300 кубов еще осталось, сейчас мы пойдем купим, ну и разумеется отработанный грунт надо будет весь вывести, это дело у нас тоже не горит, когда будет свободная машина для этого, тогда можно будет этим и заниматься. Также друзья у нас здесь заканчивается удобрение по 400 литров на теплицах осталось, соответственно надо будет купить жидкие удобрения, получается 39200 литров надо купить на 2 теплицы и сюда все это дело привезти, в общем то не проблема, но тоже это долго, муторно все это будет кататься. Ну и друзья заводики самое интересное, давайте по порядку по алфавиту, масло экстракционный завод, на нем до сих пор перерабатывается подсолнечник, плюс есть у нас подсолнечное масло не фасованное, фасуется оно намного медленнее и это самое подсолнечное масло мы наверное сегодня трогать не будем, то есть продадим его в конце сезона, когда оно переработается. Льняное и рапсовое масло в принципе можно продать, плюс отсюда вот с этого вот все вот эти три товара, льняное фасованное и рапсовое масло, ну фасованное это подсолнечное, по 60 кубов друзья нужно обязательно отвезти на склад. По поводу ТО тут 13 часов осталось, в общем то как надо будет я проведу, ресурсы еще дохрена, ну а линия фасовки тут вообще все в порядке, поэтому не проблема. Далее мельницы друзья, на мельнице все хорошо, я после прошлой серии дождался пока построится наш склад муки на товарных складах, отвез туда по одному прицепу не фасованной муки, ну а все остальное разумеется зафасовал. В итоге у нас тут осталось еще 300 кубов муки ржаной пшеничной и 100 кубов крупы, все это дело у нас на складе есть, поэтому это все дело можно смело продавать, отруби кстати тоже можно вывести, они нам не нужны пока что. По поводу обслуживания линий 5 часов до ТО, в принципе можно выполнить ТО линии без проблем, у фасовочной 7 часов тоже давайте выполним, крупорушка не надо. Ну и сахарный завод есть у нас еще наше так сказать предприятие, там на складе лежит еще 3 миллиона литров свеклы, жмыха я немного повывозил в свободное время, но он тут копится очень быстро, сахара уже 370 кубов насобиралось, в общем то в конце сезона будем его наверное продавать. То я ему ночью сделал, поэтому тут все в порядке, ресурса 57% осталось, я его на ночь как нибудь тоже поставлю делаться, 50% когда упадет ниже 50% тогда я на ночь его и поставлю. Так что друзья у нас по сути дела не сильно то и много сегодня продаж будет, это на самом деле не очень хорошо, потому что у меня были наполеоновские планы на покупки, ну и ладно. Погнали друзья, тогда закупимся тем, что нам сейчас необходимо, в частности на садовом центре во-первых возьмем 300 кубов грунта, который надо отвезти и жидкие удобрения, тоже можно в принципе сразу же купить. 39 200 жидких удобрений надо купить, а обогащенного грунта нужно 300 кубов, это все сейчас в наличии есть, 50 тысяч мы на это тратим. О боже какой ужас, ну и в общем-то у нас 740 тысяч остается всего лишь, да когда-то для нас это были большие деньги, а сейчас это всего лишь, но что поделать. Ну и тогда друзья нужно отправлять работу те кто будет заниматься продажами, перевозками. Во-первых вот этот вот товарищ, ему не так много работы, в принципе он у нас будет возить грунт. Когда он закончит эту работу, отправим его возить отработанный грунт с теплиц, там тоже ему надолго, пускай катается, наматывает километры и у него все будет нормально я думаю. Короче товарищ погнал, далее друзья, JCB с маленьким контейнером мы отправим перевезти на склад наши масла, которые у нас есть. Чтобы загрузить три разных вида, обязательно надо поставить автогруз, чтобы он нас не парил, вроде как вот этот контейнер. Значит загружаем со склада льняное масло 2 раза, с масляного завода товарный склад, подсолнечное масло 2 раза, пасованное я имею ввиду подсолнечное масло 2 раза мы тоже забираем. И рапсовое масло тоже с масляного завода мы дважды забираем. Перед этому товарищу еще настраиваем автодрайв, на складе загрузка ты загружаешься, выгружаешься на склад 1 выгрузка. Ну и пофиг что тебе возить абсолютно, хоть мебель. О, кстати, мебель тоже надо будет вывезти, я про это совсем забыл, ну ладно. Шесть поездок тебе всего лишь надо сделать, и вроде как после этого дела, если все пойдет по плану, если все будет работать, все сработает, а то иногда не срабатывает почему-то. Ты, дружище, поедешь на автомойку, и на сегодня твоя работа будет закончена, у тебя, видишь, ее не так много. Так что товарища мы отправляем, и он поехал кататься. Ну и видимо самое большее работы у мана, который вот этот вот контейнеровоз. Ему, друзья, надо продать клубники до хрена. Что там это за глюки со звуком? Автодрайв, не тупи. Да что за херня вообще? Всего, друзья, у нас есть 1 миллион 700 тысяч литров клубники. Мы ее будем возить, разумеется, как обычно, на молочный завод. Если ценник будет не сильно проседать, то около 5 миллионов мы за это получим. В принципе, этого должно будет хватить на запланированные мною покупки. Автогруз я ему ставить никакой не буду, в принципе, тут у нас так все работает на теплицах прекрасно. Единственное, что с автогрузом, конечно, это в миллион раз быстрее получается. Ну да ладно. Настраиваем бесконечное количество поездок. На самом деле поездок ему придется знаете сколько сделать? Почти 30. Но это не так много на самом деле. Он у нас быстрый, он у нас без проблем это все сделает. Нульцевый ман, кстати, да, даже еще не поломанный. Так что давай катайся. Кстати, вот 18 поле. Смотрите, уже елочки наши подросли. Точнее сосенки. Но доберемся мы до них тоже только в следующем сезоне. Они вырастут еще не скоро. Ализард контейнер успешно загрузил товар льняное масло. Катайся, катайся, давай там. Ну и получается пока что последний товарищ, который у нас идет в работу, это будет Урал. Мы его отправим отвезти мебель. 60 кубов мебели, как раз это будет 5 поездок. По 12 кубов он это сделает. На мебельной фабрике ты загружаешь мебель и выгружаешь ее на склад. Вот этому товарищу, кстати, лучше сделать автогруз. По крайней мере на выгрузку. У него с выгрузкой как-то все не очень хорошо. На 5 раз ему ставим. Тоже количество выполнений. Загрузка вроде как там должна и так хорошо работать. Тем более он маленький, он точно через триггер поедет. И давай, друг, катайся. После этого он сюда приедет и станет. Все у него будет нормально. Ну и вот, друзья. Вроде как все у нас в работе. Пускай катаются. А мы с вами встретимся чуть попозже, когда пойдет какая-то движуха здесь. Ну что, друзья. Прошло у нас уже где-то часа четыре. И что мы имеем? Начнем с полей. У нас полностью убраны вот эти вот четыре поля. В смысле убран на них лен. Осталось только два больших поля. Четвертая, пятая и девятнадцатая. На данный момент комбайнеры, короче, не знаю, обедать пошли. Они не работают и не надо. Потом доубираем. Ну и на полях у нас с одного уже полностью убрана солома. С другого она убирается в процессе. Катается вон ман. И тюковщик. И все катается. И вот на том дальнем поле она переворошена, но еще не заволкована. Ну и соответственно не убрана. Эти ребята у нас пускай катаются. И еще у нас ездит товарищ, который возит грунт. По теплицам, друзья, у нас. В общем-то все хорошо. Отработанного грунта 52 куба осталось. То есть ему последнюю ходку осталось сделать. И все у него будет четко. Давайте загрузим обогащенный грунт весь. Как мы видим, клубники на восточном тепличном комплексе уже нету. И на северном, кстати, тоже нету. Сейчас мы загрузим грунт. И останется ему только лишь 700 кубов грунта вывести отсюда на продажу. Удобрения мы купили, но я их еще не отвез. Потом как-нибудь отвезу. Это не проблема. Чай этот товарищ загрузится. И мы ему место загрузки поменяем на СТК грунт старый. И он после того, как выгрузит грунт этот, сразу же поедет на северный тепличный комплекс. И будет возить оттуда. Тут, в общем-то, все понятно. По складам. У нас уже собрано 419 кубов льна. И будет примерно еще столько же, наверное. Не знаю, прям хорошо это или плохо. Но есть у меня сомнения, что за 4 дня он весь не переработается. Хотя, может и переработается. Не знаю, посмотрим. Просто хотелось бы в конце сезона все это дело сразу распродать, чтобы все было прям чики-пуки. По заводам, друзья. Маслоэкстракционный завод у нас. Подсолнечник весь переработался. И так как я пока что не везут удален. Я решил отправить эту линию на ТО. Тем более, оставалось там часов 10 до ТО. В общем-то, я ее отправил на ТО. Подсолнечник еще фасуется. И это, в принципе, еще надолго. Часа на 3 где-то. С мебельной фабрики, друзья, мы все вывезли, все продали. Ну, а сахарный завод как работал, так и продолжает работать. Тут ничего интересного. По поводу финансов, друзья. У нас на балансе 6 миллионов 415 тысяч. Если мы посмотрим внимательно, то доходы от продажи урожая 5 миллионов 200. Это клубника и пара тысяч за грунт, который продается там. И 559 тысяч. Это у нас мука и крупа. 300 кубов муки и крупы там сколько-то было. Немного там. Может 180 кубов, может еще сколько-то. Вот не помню уже. Тут, в общем-то, основная работа, по сути, завершена. Осталось только доубирать лен, отвезти его на мельницу. Вот это вот все дело отвезти. С продажи у нас сегодня как-то немного. И это, друзья, я все, в принципе, доделаю за кадром. Но сегодня будет еще одна интересная хреновина. Так, на СТК берут старый. Вот так вот. И все. В следующий раз он поедет загружаться уже именно туда. Мы возвращаемся на наше 8-е, 9-е, 10-е, вот это 11-е поле. Тюки я, друзья, знаете, куда складываю? Пока что. Здесь вот находится то ли заброшенный цех, то ли машина двора. Я не знаю, как точно эта территория называется. Которую можно купить и расчистить. Я ее вроде как покупать не планирую. Но тюки я решил поставить вон туда. Я думаю, что никто против не будет. И теперь, друзья, вопрос. Почему я начал именно с маленьких полей, когда лучше всего начинать с больших? А потому что пришла мне в голову дурная мысль. Я не знаю, то ли моча мне в голову ударила, то ли еще что-то. И может быть вы меня, конечно, закидаете камнями. Но я, друзья, хочу объединить вот эти поля. 8-е, 9-е и 10-е. 11-е не буду. Хочу, короче, здесь большое поле. И для этого надо вот тут выпилить вот эту вот всю лесополосу. Да, я 500 раз говорил о том, что я не хочу менять ничего на этой карте. Раз разработчики здесь это все так посадили и все так классно. Но вот объединение поля все-таки это довольно-таки важная штука. И я очень хочу это сделать. И я уже вот пригнал сюда вот этого скорпиончика. А мы, кстати, еще мебельную фабрику запустим, раз уж тут такая пьянка пошла. И, наверное, давненько уже, друзья, таймлапсов никаких не было. Да, я не делал. Что-то я обленился на монтаже все это вот так вот делать. Поэтому вот вам небольшой таймлапсик. Как я сейчас по-быстрому нахрен спилю здесь все деревья. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, друзья, половина лесополосы, короче, у нас ушла. Я вас морожить не буду, а то и так это надолго, наверное, получилось. Остальное уже доделаю сам за кадром. Тут еще примерно столько же. А может даже и больше. Деньки, друзья, я, в общем-то, повырубаю. Поля надо будет объединить. Потом все известью посыпать, закультивировать. Эх, работа еще дохренища, но солнце еще высоко. Хотя вообще на небе облачно. Тут у нас, кстати, знаете что? Последний тюк сейчас на манзе запрыгнет. Надо его отвезти куда-нибудь. Разумеется, все эти остальные поля я точно так же за кадром дотюкую. И если не забуду, то вот сейчас вот я вам вставлю скриншот всех тюков, которые у нас получились. А если забуду, друзья, то извините. Ну и поляю тоже потом уже, друзья, за кадром да убираю. После чего запущу заводик маслоэкстракционный. Бздынь. Ух ты, какой чумазый прицеп-то стал. И что-то он проржавел, такое чувство. Вот, запущу заводик, отправлю все это в переработку. Там сейчас ТО проводится, поэтому нормально, не горит. Я, может быть, даже тремя комбайнами сразу это буду убирать, потому что, не знаю, тут распределение сил довольно-таки специфическое нужно. Ну и, друзья, еще во время посещения... А, да, кстати, я же забыл вам показать. Ё-моё, я вот совсем у меня крыша едет. Задание. Нам пришел контракт на канолу. 121 куб. Чуть не провафлил его на самом деле, потому что предложение действует 1 час. Осталось. Было 4. Мы этот, друзья, контракт принимаем. Не столько из-за денег, сколько из-за рейтинга. Потому что что-то мы давно его не качали. Все, нам неправильный контракт подались. Короче, я какое-нибудь поле, может быть, даже вот это вот большое объединенное засею канолой. Что не уйдет по контракту, уйдет на маслоэкстракционный завод, на переработку в рапсовое масло. Тут все просто. Поэтому все, в общем-то, по плану, все хорошо. Также, друзья, между этими сериями будут еще некоторые покупочки. О них я уже расскажу, разумеется, в следующей серии. Пассивная у меня будет за кадром. Короче, все доделаю. Может быть, даже сегодня за ночь. У меня выходной. Завтра я буду отсыпаться. А сегодня как раз самое время посвятить вечер ферме. Ферма, она классная. Не знаю, мне нравится. На этой карте я вообще залипаю. Так, товарищ, давай-ка мы тебя привязываем. Тебя с курсплея снимаем. И новый маршрут тебе ставим. Ориона. Маршрут, кстати, сейчас генерирую тоже с проходом по периметру. Но сначала он по центру катается. А потом только по периметру. Я что-то подумал, так будет лучше в данном случае. Короче, его прямо отсюда можно запускать по маршруту. Он доедет. Все нормально. Затекует, соберет. Все будет хорошо. Ну и на этом, друзья, в общем-то, эту серию закончу. Я вроде как обещал, что она будет капец какой-то длинной. Но вот времени на запись ушло очень много. И на все вот эти вот работы. Просто они все одинаковые, однообразные. Поэтому я не хочу отнимать ваше время на всякую ерунду. Бесполезную. А мне нравится в это играть, если что. Также, друзья, если вы хотите смотреть ролики заранее, плюс эксклюзивный контентик, дешевенькая спонсорка к вашим услугам, меньше бакса она стоит и куча плюшек взамен. Тем, кто уже это сделал, вам огромнейшие спасибочки. У меня тут еще куча развлечений. Может, кстати, стримец сейчас запущу. Буду бухать и стримить. Если не подписан на канал, то, разумеется, подписывайтесь. Лайкусики, комментарии, все как обычно. С вами, друзья, был Никита Дилей. Всем огромное спасибо за внимание. И пока-пока.